Дорогие братья и сестры, хотелось бы сегодня поговорить на самые такие злободневные вопросы, под которые постоянно каждый день приходят мне одни и те же вопросы, что в телеграм, что на ватсап, все одно и то же, мы каждый день как бы разбираем одни и те же, одни и те же вопросы, поэтому хотелось бы здесь выпустить одно видео, по которому, может быть, проясняться многие моменты. Итак, Меня зовут Нур, я живу в городе Мекка, работаю в городе Мекка уже более пяти лет, до этого я тоже еще работал, более пяти лет хадж умрой, занимался и привозили мы сюда людей, паломников, сам приезжал на Рамадан, на хадж и потом вот уже Аллах облегчил мне сюда переехать, не сразу я переехал, сразу скажу, до этого я 15 лет жил в Египте, учился в Египте, ну и там, как многие вот кто в Египте были, они знают, что там за жизнь египтская, что там приходилось работать, постоянно какую-то искать шабашку, курьерами мы работали, летали очень много, возили разные товары в Россию, тмин и всякие мисваки, платья и намазлыки, все, короче, возили в свое время, потом Аллах облегчил мне все-таки приехать сюда и я вот здесь уже пять лет и мой канал, вы уже, кто-то уже много раз просматривает мои ролики и даже я уже вижу тех братьев, которые по этим роликам жили, смотрели, следили и наконец-то сюда переехали. И я вам тоже говорю, приезжайте, приезжайте, приезжайте при любом раскладе, при любой возможности, есть возможность приезжайте на три месяца по туристической визе, на один год по бизнес-визе или на пять лет по бизнес-визе или по рабочей визе, то есть у нас есть три визы, три визы это турвиза, туристическая виза на три месяца, в течение года вы можете три месяца здесь побыть в общей сумме дней, 90 дней. Раньше, конечно, до пандемии 6 месяцев можно было, но сейчас 3 месяца. Некоторые, правда, хотят пойти на другие хитрости, в кавычках, что они там 3 месяца пожили, потом возвращаются, получают новый паспорт. Сейчас же в России можно 2 паспорта иметь и по второму паспорту они могут приехать по новой визе. Короче, вот так вот хотят. Кто-то говорит, что можно аннулировать эту визу туристическую через посольство и получить потом еще одну визу. Конечно, я таких моментов еще конкретно не видел. Я не видел. С людьми с такими я не встречался. Может быть, они есть. Пусть пишут в комментариях, пусть делятся, потому что людям интересно. В комментарии эти будем пропускать, сразу будем разбирать. потому что это очень интересно и полезно. Самое главное, полезно, что могут люди приехать семьями здесь и жить. Как вот многие братья приезжали уже и приезжают и продолжают приезжать и продолжают готовиться в путь сюда приехать по туристической визе. Что касается бизнес-визы, бизнес-визы, то она, конечно, у нас дается для, в основном, для мужчин. Дается и для женщин, только знаете где? СНГ. Это СНГ. То есть, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, может быть, и Таджикистан. Но сейчас тоже под вопросом Таджикистан. Но женщинам могут дать. Женщинам могут дать. Самое главное, всегда нужно справку с места работы. Нужно справку с места работы. И там, чтобы в справке было написано высокая должность. То есть, замдиректора, или может быть, директор, или директор по коммерческим какие-то там этим направлениям. В общем, везде все. Директор, директор, или собственник компании. В общем, что-то вот такое высокое-высокое должно быть указано в справке лазифа должность. Это вот бизнес-виза. Бизнес-виза для россиян дается на 5 лет. То есть, вы 5 лет можете приехать. Я вот некоторым братьям сделал по милости Аллаха, и они теперь ездят постоянно, возят на хач людей, привозят, увозят на умру, привозят, сами здесь живут, сами приезжают. То есть, по бизнес-визе хорошо 5 лет, ты один раз заплатил, где-то в среднем я пишу 1200 долларов, может быть меньше, в зависимости от того, что у вас есть и чего у вас нету. Это уже мы рассматриваем по отдельности каждый элемент, то есть, каждого человека и каждую справочку и смотрим, там то, сё, это есть, это нету, это вот есть, этого надо сделать, этого не надо сделать. Разбираем. Но самое главное, как я сказал, справка с места работы, где вы работаете, должность нужна, там зарплата, чтобы там была указана, там такая большая, это всё влияет на посольстве, в посольстве они на это обращают внимание. И вот вы мне, например, отправляете справку с места работы, потому что первый вопрос, я спрашиваю, справку с места работы, покажите мне. Вы мне отправляете, например, там компания такая-то, рога и копыта, занимается там, например, снабженчеством, там каким-нибудь там, что-то там привозят, виды деятельности, сразу спрашиваю, у этой компании виды деятельности какие? То есть, она может вот этим заниматься, она может вот этим, оптовой торговлей, розничной там заниматься, потом поставки, потом это, это. На основании вот этих видов деятельности мы здесь подбираем компанию саудийскую. И как бы происходит обмен опытом, да, что саудийская компания приглашает там какого-то сотрудника из этой компании, из российской, или там из Казахстана, или из другой страны, и они приезжают, эти сотрудники, для того, чтобы как бы обменяться опытом. И тем самым визу выдает консульство для россиян на 5 лет, СНГ на 1 год. Понятно, да? Здесь вы платите, например, в Саудовскую Аравию вы отправляете 450 долларов, здесь все справки мы отправляем лицензию компании, которую мы подобрали для вас, потом справку, приглашение мы вам отправляем. А там уже у себя на вашей стране, там, в вашем там, Казахстане, или Киргизстане, или Таджикистане, или еще где-то, вы там уже получаете остальные там документы собираете, и остальные там справки, и платите все расходы там. То есть посольство забирает там 200 долларов, там консульский визовый центр там 55 долларов берет, потом справка такая-то, столько-то, столько-то, столько-то. В целом набирается, может быть, 1000 долларов, может быть 1200. Вот это уже в зависимости от того, что у вас есть, а чего нет. А иногда, может быть, вообще и меньше даже будет расходов, чем 1000 долларов. Но зато для россиян, как я говорил, это 5 лет у вас. По этой визе, по бизнес-визе, вы можете здесь жить по 90 дней, потом надо будет выехать куда-то в ближайшее государство, там Иордания, Эмираты, Бахрейн, обратно вернуться. Главное пересечь границу и обратно вернуться. Понятно, да? То есть, вот это бизнес-виза, бизнес-виза, дается она для взрослых, детям не дается, для взрослых, как я сказал, СНГ дается для женщин даже. То есть, муж с женой могут спокойно приехать здесь и находиться по этой бизнес-визе. Год каждые 90 дней живут, потом выезжают в ближайшее государство, переезжают в границу и обратно тут же возвращаются в тот же день и обратно 90 дней у них начинается. По этой визе у нас вот ребята учатся в университете Аль-Харам, Аль-Харама в Мекке, в Медине могут спокойно присутствовать на уроках, сидеть как вольные слушатели, спокойно сидят, учатся, у них баллы там какие-то копятся, они там оценки какие-то получают. В общем, могут учиться по этой бизнес-визе, запомните. Из бизнес-визы вы можете сюда приезжать и, как я многим так рекомендую, ищите работу, потом находите работу и вам работодатель уже сам будет делать рабочую визу. На каких вы условиях с ними договоритесь, может быть работодатель вообще все оплатит вам, все расходы. Всю рабочую визу он на себя возьмет, да? Потому что некоторые компании так, берут профессиональных специалистов и все оплачивают ему, еще зарплату платят, там еще жилье предоставляют, там все-все-все-все-все-все. Это уже, конечно, какие у вас будут условия с работодателем. Это по рабочей визе, вот такой вот нюансик. Ну, давайте еще про рабочую визу, то, что многие братья пишут, помогите устроиться с работой. я сразу говорю, дорогие братья, сестры, не обижайтесь, но мы пока еще маленькие такие людишки, мы еще не доросли до того, чтобы как быть как кадровое агентство и чтобы набирать персонал, там набирать профессионалов, устраивать на работу, пока у нас этого такого нету. Ну, дай Аллах будущим, будущим, конечно, это мечта, чтобы всех профессионалов, специалистов привозить сюда из России, из Таджикистана, из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, из других стран привозить сюда специалистов, самих устраивать на работу, самим все отслеживать, всем помогать, обустраивать, там, обучать арабскому языку. Это, конечно, у нас в планах. То есть, как бы, это уже, знаете, что, это как культурный центр такой можно сделать, это, это, ну, вот, кто вот в этих делах вращается, он, кто вот эти знает вещи, тот тоже пусть пишет в комментариях, пусть пишет мне на телефон, пусть пишет ватсап или еще что-то, предлагает какие-то идеи, все будем рассматривать и все будем разбирать. Это, в принципе, это не отвергается, наоборот, по, всеми руками и ногами мы за это, за то, чтобы облегчить братьям и сестрам сюда приехать, потому что мы в свое время, когда приехали в Египет, нас было вообще немного, да, и мы стали перетягивать всех и скоро, в скором времени все мои знакомые приехали в Египет, учились, все мои знакомые, там, с семьями они приезжали, все-все отправляли своих детей, там, знали, что Нур там в Египте, что там в Каире он встретит, поможет, расселит. Вот теперь то же самое мы делаем здесь, в Саудской Аравии, помогаем всем подряд, что, чем можем помочь, мы помогаем, стараемся помочь, понятно, да, поэтому, как я сказал, пишите, вот, например, у нас капитан приехал, капитан Али из Грузии, сам русский брат, принял ислам, получил грузинское гражданство, и стал плавать на корабле, и вот он приплыл, у него корабль сломался здесь, у берегов Янбуа, и мы вот ремонтировали две недели, первые две недели Рамадана мы провели с этим кораблем, ремонтировали его там, в общем, все там, и жили, и многие вещи, что узнали, и как бы вот загорелась мечта, чтобы здесь, мы также здесь работали, в этом направлении, и я даже в блокноте себе написал, нужны два газосварщика, там потом два водолаза, и тут же, я еще даже не озвучил, там в принципе, вот это, у меня уже стали писать люди, уже братья стали писать, вот водолаз не нужен, вот вам там газоэлектросварщик, вам не нужен, там туда-сюда, мы только поговорили уже на эту тему, и мы только разговорились, потому что Али я знал по Египту, он в Египте строил корабли, строили корабли они, большие корабли, между прочим, и у него большой опыт, строительство кораблей, и поэтому, если кому-то это интересно, они просто пишут, брат Нур, мы по поводу, я по поводу строительства кораблей, мне это, это моя тема, пишите, все, можно в этом деле тоже двигаться, потом кто-то пишет, например, хотим открыть общепит, я вам смело скажу, что здесь с питанием очень сложновато, кто был на умре, кто был на хаджи, кто был вообще в Саудовской Аравии, они понимают, что здесь нормального питания нет, нормальных тандыров нету, нормальных лепешек здесь нету, нормальную самсу здесь не умеют, нормальную шаурму здесь не умеют готовить, нормальные манты не умеют делать, нормальное питание здесь нету, запомните, и конечно, каждый день ты с этим сталкиваешься, а ты же каждый день хочешь кушать, и каждый день ты об этом думаешь, Вот было бы наше, вот было бы, вот было бы, вот было бы. Действительно, было бы несколько чайхан, несколько шаурминских было бы, несколько бы этих, этих, этих было бы. Это тоже очень хорошее направление, дорогие братья и сестры, поэтому это дело надо развивать. Кто-то вот хочет заниматься там копчением, кто-то хочет заниматься деревом, кто-то хочет заниматься еще чем-то. Много-много, честно сказать, много братьев пишут, но я еще, еще раз повторяю, что я пока не кадровое агентство, я пока не знаю даже, как подойти к этому, с какой стороны, но может быть кто-нибудь в скором времени приедет, подключится в нашу команду, вольется и будет это дело развивать. И далее, далее, далее. Все, что я знаю здесь, кого я знаю здесь, арабов или еще кого-то там, мы будем уже здесь подключать и будем думать и будем это дело продвигать. Потому что нужно сделать так, чтобы сюда приехало как можно больше мусульман из России и СНГ. И чтобы мы показали настоящие качества. Потому что раньше, 20 лет назад, здесь был рынок в Мекке и все арабы знали этот рынок. То есть сюда привозили из Дагестана, с Чечни, со всего Кавказа, с России привозили, все привозили сюда. Российские паломники привозили на машинах, на транспортах, когда был наземный транспорт открыт, все привозили сюда все. Вплоть до пиджаков, вплоть до биноклей, вплоть до оптических прицелов, там всякие там мед привозили, там разных видов, там целый рынок был. Кудай, это рынок был российского, российский рынок, российской продукции. И арабы это знали. Вот давайте вот то же самое, мы будем делать то, что у нас здесь будут специалисты, будут профессионалы. И в скором времени в России, не только один там Нур будет, или там Абу Сулейман там будет бегать, или там еще кто там, из братьев, которые здесь есть. В основном здесь студенты пока. Вот именно которые ребята, которые хотят здесь жить, работать, пока таких мало. И наша задача привезти сюда как можно больше семей. В Египте вот, например, у нас уже, ребята, заводы имеют, там много различных профессий освоили от мороженщика, и да там чистки кондиционеров, там и всего там, холодильников и прочее, прочее там. И газосваркой занимаются там. И вот я говорю же, Али, он занимался 10 лет, как раз он в нашем, там, Мединт Нассар, он занимался кораблями. Корабли строили люди, корабли строили, подводные лодки строили, самолеты строили водяные, на воде, которые взлетают и насадятся. То есть, давайте это тоже здесь будем развивать. Давайте вот та же самая, специалисты пусть приезжают сюда, давайте и будем думать, как, чего, просто даже собирать, пока сейчас резюме, и даже вот людям уже кто-то скидывает. Я вот этот, я вот этот, я вот такой, я вот такой. Стоматологов нету хороших здесь, да, именно образованных, именно качественных. Ну и врачей. Хотелось бы всего, чтобы здесь было, пусть даже понемножку, но из нашего русскоговорящего персонала. Баракалоуфико. Ну и вот, вопросов очень много пишут. Можно ли купаться? Конечно, купаться можно, но пока из-за этой карантина, из-за этого карантина, твинтина, карантина, тарантина, пока еще такие ограничения какие-то стоят, что купаться пока нельзя. То есть, как бы и запрета-то нету, я потому что вот в порту был, вот две недели, когда с кораблем занимаюсь, я как бы спущусь там с корабля и прям поплаваю там туда-сюда в бухте, прям тут же поплавал, постирался, помылся. Ну как бы милиция там проезжала, там никто ничего не говорил, но и как бы и не открыто. Да, вот снимите или ответь, есть ли возможность работать без профессии и какие зарплаты, пишет брат Мурат, например. То есть, если есть возможность работать без профессии. Братья, сразу говорю, у меня несколько профессий, да, несколько профессий, в том числе я и учился в Египте, учился на религиозном университете и так. Несколько специальностей у меня было тоже в России, торговые, то есть все, везде учились. Но сюда приехал, я даже не думал, что мне нужен английский язык, я всегда думал, что без английского, 40 лет я думал, все, 40 лет мне английский не нужен, я в школе немецкий изучал, потом я его призабыл туда-сюда и думал, как-то все. Ну, арабский вот я теперь знаю, но сюда, когда приехал я, многие вещи я стал сам изучать. И английский, оказывается, понадобился, и вот это нужно знать, и нужно сайты строить было, с сайтами заниматься, потом нужно было это заниматься, нужно было вот этим заниматься. Много чего нужно было изучать, конечно, и работать в этих направлениях. С компьютером нужно было разобраться, потом вот с этим, даже с ютубом, и то я даже, раньше я просто видео ставил, заливал и ничего, даже не смотрел, как, чего, не следил, ни за чем. Просто заливал комментарии, какие-то комментарии, чего-то там, вообще ничего не знал. Но постепенно, постепенно ты начинаешь изучать, изучать какие-то вещи, отели изучать, спрашивать, постоянно разговаривать со всеми, и как бы для себя ты открываешь какие-то направления. Вот до Рамазана я не знал про корабль ничего, да, а вот за две недели с капитаном я очень многих вещей узнал, и многие, как бы, программы, какие мы вот загорелись, дай Аллах, в этом направлении, если дальше и будет развитие какое-то продвижение, то это будет интересно, конечно, интересно. По поводу, там, подставка для чемодан, да, Джазакаллах Хайран, не знал. А вот здесь пишут тоже, Уму Ибрагим, пишут, Саламу Аликум Арахматулах Америках, Аликум Арахматулах Америках, если муж приезжает, работает, а жена дома что-то печет или шьет, разрешается ей это свое продавать на рынке, нужна ли какая-то лицензия. Здесь в Мекке, например, вот в арабских городах, здесь есть специальные такие магазинчики. Они магазинчики, знаете, вот как есть народное творчество, или там домашняя выпечка, там что-то, и они вот все, все домашние, в общем, они у тебя берут, у тебя покупают, как бы, да, ты им сдаешь, я не знаю, там какие-то условия, или по продаже, или сразу, или, скорее всего, по продаже, может быть, но они берут у тебя, вот некоторые семьи так и делают. Мы в Египте тоже так занимались, но в Египте там проще было, конечно, там вообще какую-то лицензию, ничего, там напекут все, наши женщины пекли там и торты, и пироги. Я вспоминаю, один брат там приносил азербайджанец свою азербайджанскую выпечку там, я думал, и такую цену еще ставил, по три джуней он продавал. В то время, когда мы кексы продавали по одному джуней, он продавал такой же свой, какой-нибудь этот, азербайджанский, по три джуней. Я думал, кто будет брать, но потом приходишь в конце дня и видишь, что у него пустой поднос, и оказывается, берут люди, и братья берут и кушают. И то же самое здесь, здесь сестры пекут, мужья отвозят куда-то там, кто, где, как, чего, договаривается уже. Просто надо подстроиться под арабский вкус, да, что они любят, они любят все маленькое, поштучное. То есть не так плитку, вот, например, казинаков принес, ты плитка такая, большая плитка, которую не откусить или откусить и зуб сломать. А там маленькие кусочками такими, вот, они любят маленькие кусочки, порционно. Один финик, например, да, вот такой маленький, один кексик маленький, чтобы сразу раз взял ты его, скушал и запил там кофе арабским. Не такими большими, понятно, да, кусками цельными, это только мы так можем. А они вот любят маленькими порционными вещами. Но, в принципе, короче, вот так вот, я знаю, ребята здесь есть, один даже даргенец, они тортами занимаются конкретно. Они вот торты прям, куда-то он возит, постоянно супруга печет, а он развозит. Далее, по поводу машин, да, мы машины смотрели, тут, конечно, маршалла, маршалла, хорошие есть варианты. Но, конечно, один брат мне где-то вот даже написал по поводу того, что там есть скрытые какие-то проценты. Я в эти вещи, конечно, не знал, что когда ты берешь... Вернее, не впадался я в это, я в эти вещи никогда и не сталкивался, когда ты берешь в рассрочку. Я потом начал думать, что вот когда брат написал, «Джазаху Аллаху Хайран», пусть Аллах даст ему благо в его посте, в его комментарии, что он сказал, там есть скрытые какие-то моменты, которые запрещены. Но это действительно, если там какие-то есть такие нюансы, где зулим, да, притеснение или еще что-то, то это, конечно, неправильно. А в целом, в целом, в рассрочку покупать ты можешь, но надо условия читать. Конечно, если есть у тебя деньги, и купить машину, и работать на этой машине, это, конечно, мечта. Это мечта. Варакалавфейком. Так, по бизнес-визе работать. Можно ли по бизнес-визе, Шамиль брат спрашивает, установщик кондиционеров или таксистом. Таксист, конечно, у них особая лицензия, запомните. Таксист или какая-то вот деятельность такая. Потому что у таксистов ответственность большая, сами знаете. Там, например, повар в кондитерке, в той же кондитерке или в хлебобулочном, они каждые три месяца проходят там медицинское свидетельствование, там это, это, у них лицензии, у них там это, это. То есть там уже бизнес-виза не покатит. То есть какие-то есть работы, где уже ты не можешь по бизнес-визе. Бизнес-виза, это ты приехал, какие-то заключил контракты, какие-то дела сделал быстро, раз, раз, раз. Вот, например, у меня один знакомый есть, как его зовут, один художник есть, Глеб, сейчас он в Тбилиси, а второй, он, короче, занимается обслуживанием VIP-самолетов. Вот, не помню, как его зовут, но по три месяца он приезжает по этой бизнес-визе и там работает, обслуживают они, проводят техосмотры вот этих VIP-самолетов в Риаде. Вот у него такая работа, как бы, да, что ему разрешается выехать, заехать, выехать, заехать, каждые три месяца он выезжает, потом обратно заезжает. То есть там не нужно такую рабочую визу открывать для него, а вот, например, стоматолог тот же самый, да, ну, конечно, там, естественно, нужен, нужна уже рабочая виза, серьезное что-то должно быть и там уже все, якама должна быть, якама у тебя, зарплата у тебя туда-сюда. А по бизнес-визе это такие вот работы легкие и которые не требуют постоянного нахождения здесь. Тем более, представляете, пять лет у тебя, пятилетняя, для россиян такая возможность есть, что пятилетняя виза у тебя. Вот вы открыли визу для себя, да, вот многие братья пишут, например, они знают арабский язык, они учились в Египте, они учились там в других государствах, там, странах, там, в Йемене, еще где-то, в Иордании. Они вот говорят, вот я умею, вот это, вот я умею, вот это, вот арабский я знаю. Я говорю, Субхан Аллах, открой себе бизнес-визу, напиши всем туроператорам и скажи, ребята, кому нужен профессиональный там этот, как его, руководитель, чтобы ходить с ними, с группами. Езди, у тебя виза есть на пять лет, ты можешь приезжать, уезжать, с группами приезжаешь, обслуживаешь там, живешь с ними, зарплату тебе еще платят, тебя бесплатно отправляют, вот тебе уже работа. Заодно ты уже изучаешь рынок, изучаешь Саудскую Аравию, туда-сюда, потом глядишь уже и переедешь. На каждого члена семьи нужно открыть визу. Ну вот смотрите, я здесь вот пишу, да, только там разные визы будут, например, здесь, потому что вопрос, как бы, да, можно по-разному, по-разному понять и по-разному можно на него ответить. Я вот так быстро-быстро написал, например, разные визы будут. Например, если человек готов оплатить рабочую визу, взять рабочую визу за пять тысяч, он, например, себе берет, потом оформляет всем приглашение, уже Зиара делает визу, все получают Зиара визу, там она стоит будет, ну там до двухсот долларов, как пример, да, заплатил он им раз в год двести долларов, все, это Зиара виза они все получили. Но сначала он должен получить, то есть отец семьи, например, глава семьи, он должен получить на себя рабочую визу, и потом только по рабочей визе он делает приглашение для всей своей семьи, вот это имеется в виду. Либо он делает для себя бизнес-визу, а семью приводит по туристической визе, например, на три месяца. То есть по-разному можно, кто на сколько хочет приехать, вот по-разному можно ответить. Понятно, да, здесь можно было очень много писать, но я, насколько я на тот момент понял, так и я и ответил. Хотя там можно было развернуть еще больше, 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 можно было развивать эту тему. По-арабски здесь, конечно, цены спрашивают. Далее, как называется гостиница, это у нас новая гостиница, но она сейчас полная уже, напротив мечети Бенбаза, Махбазджин Азизия. Подскажите, пожалуйста, цену на недвижимость. Недвижимость. Вот здесь тоже вот у меня один пост есть, где там грин карта за 215 тысяч, там есть пост целый про это. Как можно получить эту грин карту. Грин карту, запомните, можете только получить после того, как вы оформите на себя рабочую визу. Сначала нужно сделать на себя рабочую визу. Только обладатель рабочей визы может подавать уже на грин карту. Это первый момент. Потом купить недвижимость. Запомните, вот эти 215 тысяч вы отдали хокумату, государству, и забудьте про них. Это не как в Турции или в каких-то других государствах, где ты там на вот эти деньги покупаешь, там этот квартиру, жилье, недвижимость, и тебе потом дают сразу паспорт. Как вот в Турции, например, за 250 тысяч покупаешь, и тебе гражданство дают. Потом ты только можешь это жилье продать через 5 лет. То есть не сразу, то есть они как бы понимают, что человек может получить гражданство и продать квартиру, и все, и а-ля улю, поехал дальше. Они тоже не удерживают тебя. А в Бахрэне вот было, вот мы прозевали этот момент, хотя есть еще какие-то моменты, что в Бахрэне там тоже можно на баланс положить своей компанию. То есть ты открываешь, как инвестор, ты ложишь, там ставишь денежки, какую-то иную сумму, сколько, я не знаю сейчас. Но там так делали. Открывали компанию, ставили на баланс деньги, потом эти деньги ты можешь пустить для офиса, для своей оргтехники, покупки. В общем, все для своего предприятия. И у тебя каждый год ты обновляешь, обновляешь там предприятие, баланс все показываешь, как бы отчеты прилагаешь, что твоя компания действует, что-то там проводится, какие-то там деньги идут. И в общем через 5 лет они получали гражданство Бахрейна. А что такое гражданство Бахрейна? Это уже все, это уже у тебя свободно. Эмираты, 5 стран в общем здесь. Халиджи, Саудовская Аравия, Катар. Открывается для тебя спокойно, да? Так, и можно недвижимость купить? Недвижимость купить на эту сумму. То есть сначала купить недвижимость, и потом тебе сразу, чтобы дали грин карту. Здесь такого не прокатит. Сначала ты покупаешь грин карту, а потом ты покупаешь недвижимость. То есть у тебя 2 оплаты идет. Здесь ты не можешь двух воробьев одним выстрелом убить. Как вот арабы говорят. Бетольф Катин Вахеда Тин Усфурейн. Одним выстрелом двух воробьев. Нет, таком не получится. Не получится. Сначала покупайте грин карту и забывайте про эти деньги. 215 тысяч. А потом вы уже ищите себе недвижимость покупать. И то Мекка Медина не продается. Запомните, для иностранцев, кто бы ты ни был, она не будет продаваться. Мекка Медина. Или если продадут тебе по грин карте, то они тебе продадут на 99 лет. То есть не вечное, да? Как сказать, не постоянное это владение. А все равно там какой-то промежуток времени пройдет. И потом государство все-таки его заберет. Или ты попадешь, например, твоя квартира попадет в какой-то проект, где там строительство дороги какой-то идет. И как обычно у тебя заберут жилье, сломают твое жилье, будут дорогу строить, дорогу строить или мост строить. Ну, потом ты получишь какую-то там замену. Либо деньгами, либо там тебе кусок земли где-то дадут на окраине города. Ну, в общем, вот так, братья. Надо всегда всякие моменты понимать и осознавать, что может быть сегодня ты вот купил недвижимость, а завтра ты раз, и тебя подвинули куда-то. Так, далее. С бизнес-визой можно делать хадж или зиарат, мечеть пророка Мухаммада, саллилаллаху ассаляму. С бизнес-визой можно сделать умру, зиарат можно. Хадж? Нет. Для хаджа нужно отдельную, это называется, тасрих. Тасрих, отдельное разрешение. Тасрих. Разрешение на посещение Машаир, то есть, Арафат, Муздалифа, Мина, там, совершение вот этих всех обрядов, это тасрих. Ты покупаешь отдельный тасрих, и оно открывается, это окно, но там условие должно быть, у тебя икама должно быть, то есть, у тебя должна быть виза. Либо студенческая виза, либо рабочая виза, да. По бизнес-визе я не видел еще таких пока возможностей. Средняя зарплата какая, скажите, разная здесь зарплата. Дворник, например, 700 реалов, да, получает 200 долларов Масалян. А там, например, какой-нибудь кассир в каком-нибудь небольшом, небольшом предприятии, кассир там, небольшой столовки какой-нибудь, он может 4000 реалов получать, то есть, 1000 долларов, да, с копейками. А рабы, например, получают зарплаты хакумацкие, и, конечно, зарплаты большие, 10 тысяч. Если у тебя связано с военной деятельностью, там, военной, ты там уже от 15 до 50 тысяч получаешь, короче, реалов. В общем, цены здесь большие, разные бывают, да. Барак Алофейковым. Дальше, по поводу МЖ, МЖ, брат вот написал хорошую, хорошую файду, но я не знал, я не разбирался вообще в этих, МЖ вот этих, поэтому компания как бы так, сразу я подошел к этой компании, да, к этому автомобилю, я стал дверями хлопать, смотреть, как у него дверь вообще закрывается. Ну, видно, что какие-то, какие-то детали мне показались некачественными. То есть, мне простому дилетанту, я вот скажу вам честно, дилетант, 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 но и то там дверь закрывается со второго удара, там, со второго хлопа. И то я уже приметил своим, своим глазом. Вот, как раз брат, хороший брат написал, скрытый кредит, вот в договоре, вот это надо изучать, конечно, скрытый кредит, что бы там не было, или что там, оплачено 5 лет, проценты пойдут, если да, то это запрещено. Ну, там, знаете, как, знаете, вот, разрешается, разрешается продавать в рассрочку, то есть, я могу продать, например, машину, я могу продать тебе за, за 10 тысяч реалов, сразу, если ты у меня возьмешь, или, я говорю, либо вторая цена, я продаю ее тебе каждый месяц, и мне по тысяче, в течение года платишь, понятно, да? То есть, в рассрочку, ты мне дашь 12, а, если, без, рассрочки, то 10, давай сразу за десятку, я тебе сразу, если ты мне дашь деньги, за десятку, а если ты в рассрочку хочешь там, то все, давай мне этот, короче, то есть, вот так можно, да, рассрочка, но если там какие-то, вот есть, знаете, я, правда, не читал этот, не читал эти условия, там, что там прописано, потому что там надо обращаться же уже дальше, через банк это все, в кредит продается, там, вот, если ты не уложился, в оплату, то есть, если у тебя оплата не прошла за этот месяц, я не знаю, они там что-то там штрафуют, или еще что-то, Аллаху Аля, я вот эти нюансы, конечно, я не изучал, я же зашел просто в салон, и они мне сказали, то есть, можешь эту машину купить, либо так, либо так, то есть, как бы, изначально, на этом мы остановились, а уже, во внутренние, подробности, мы не залезали, это уже надо там, разбирать уже, хоком изучать, разрешено, не разрешено, это аккумулятор отключен, да, вот это я не знал, баракалуфейк, хайруллах, дальше, даже, другой брат тоже сказал, почему у них не было, были отключены все аккумуляторы, я это не знаю, в других, во всех автосалонах, везде, все было отключено, мы зашли в один автосалон, во второй салон, все проверяли, смотрели, как машины там, заводятся там, и прочее, прочее, а вот именно вот у этих, действительно, все было отключено, дальше, туристические, получить туристические визы гражданам РФ, Шавкат вот пишет, вообще без проблем, я вот всегда везде свой телефон пишу, вот смотрите, 00966536161330, то есть любому, кому нужна туристическая виза, я помогаю ее сделать, просто сейчас проблемы, знаете, с картами, вот с этими, виза и мастер-карта, что там в России кто-то хочет купить, но у него не получается, и поэтому мы ищем какие-то альтернативные вопросы, меры предпринимаем, да, там через казахстанские карты, там через карты мира, там как-то вот так, вот так, вот так, через знакомых, через этих, через этих, потом здесь, здесь получаем деньги, потом это оплачиваем, то есть, вот так идет работа, да, братья, то есть пишите, мы это можем помочь, подсказать, и сделать, вытащить эти визы, визы делаются, выдаются, Казахстану, Украине, и Россия, туристические визы, спокойно выдаются, вот, брат пишет, Абдулла Ахмат, я из, одной стороны, жена из второй стороны, находимся в третьей стороне, сделали никак, но официально не делали, надо ехать обратно в страны, чтобы зафиксировать, при прохождении, есть проблемы с этим, или нет, если нет официального документа, то есть здесь не смотрят, у тебя здесь не смотрят, когда вы сюда залетаете, не смотрят, есть у тебя никак, или нет никак, это по туристической визе, если, только вопрос не касается рабочей визы, вот рабочая виза, когда, глава семьи сюда приехал, обустроился, получил и каму, пластиковую карту, карту резидента, и он делает потом приглашение своей семьи, и все это официально должно подаваться в консульство, то естественно, там уже нужно будет делать, все официальные документы, у кого документов нету, пишите, братья, не стесняйтесь, скажите, у меня вот нету этого ЗАГСа официального, помогают, альхамдуля, все официально, все делают, так что без проблем, у нас в Москве, там в России, есть органы, с которыми справки все делаются, официальные, справки с места работы, справки такие, справки такие, справки такие, все короче, все это можно сделать, и получить визу спокойно, и приехать сюда, так что пишите, пишите, пишите свои вопросы, там много вопросов, кому-то что-то нужно, я говорю, у каждого мы все рассматриваем, из-за этого цена колеблется, у кого-то 1200 выходит, а у кого-то даже может быть больше выйдет, за визу, потому что у него не было этого, не было этого документа, не было этого документа, потом пришлось легализовать, потом пришлось переводить, потом пришлось вот это, потом было так, вот так, и в общем цена вот складывается, в конечном итоге, там уже определенная, а то некоторые может быть потом жалуются, вот ты сказал 1200, а у меня вышло там 1250, так что приезжайте, вот кто братья, есть намерение выехать напрямую, через онлайн визу, пожалуйста, братья приезжайте, аль-хамдуля, будем рады, что вы едете сюда, живете здесь, медиане в Мекке, учитесь, аль-хамдуля, в мечеть ходите, аль-хамдуля, аль-хамдуля, хайр, если я стану какой-то причиной, что вот вы этот ролик посмотрели, или там еще что-то, там какую-то информацию получили, и вы приехали, это для вас стало каким-то вот толчком, что действительно, Субханал, что я там кисну, что я там варюсь в этом болоте, там туда-сюда, я честно скажу, я вот в болоте был, да, в свое время в болоте, большой болот, из которого Аллах, субханалу, меня вытащил, отряхнул от этой грязи, и там закинул на 15 лет в этот, в Египет, я где учился, аль-хамдуля, много пользы взял, и потом сюда приехал, еще здесь беру пользы, и аль-хамдуля, аль-хамдуля, шукар-аллаху, шукар-аллаху, во всем, шукар-шукар-шукар-шукар-аллаху, и поэтому всех, я тоже так же агитирую, призываю, и давайте, давайте, давайте просыпайтесь, у вас дети, у вас растут дети, у вас семьи, у вас родственники, близкие, знакомые, родные, может быть вы станете потом причиной, что потом переедут сюда, много-много людей, будут жить в мусульманской стране, независимой, будь это Саудовская аэра, будь это Египет, будь это там, даже та же Турция, где-то, где-то, где мусульмане есть, где тебе спокойнее, где тебе нормально живется, и ты можешь спокойно там в мечеть ходить, молиться, и тебя не дергают никуда, и аль-хамдуля, аль-хамдуля, я вот вспоминаю, я где жил раньше в 90-х годах, город Иваново, после Магриба, после Магриба, на улицу выходить, это было очень так, проблематично, либо ты должен был с группой друзей выходить, либо у тебя должен был газовый баллон быть, или какой-нибудь травмат, или хотя бы минимум, у тебя должна была быть отвертка в кармане, если что, чтобы защититься от нападок, от каких-нибудь там хулиганов, понятно, да, а когда я приехал первый раз в арабскую страну, и я в 2 часа ночи, я на улице видел маленьких детей, которые ходят, маленькие детишки, бегают в магазинчик, покупают там шоколадки, там бисквиты, без родителей прибегают, покупают и уходят, для меня это был шок, после этого Иваново, это был для меня шок, честно сказать, так что вот так, братья, вот ремонт холодильников, например, брат спрашивает, Шамиль, что ремонт холодильников именно по бизнес-визе, как я сказал, для начала бизнес-виза, она подходит для всех, для начала, но потом ты, либо вливаешься в какую-то команду, и вы организовываете там, компанию там какая-то, да, уже, и у вас там свои машины, там вы ездите туда-сюда, для начала, ремонт холодильников, я думаю, по бизнес-визе спокойно можно ездить, ремонтировать туда-сюда, но потом, конечно, у тебя будет своя визитка, конечно, у тебя будет свой офис какой-то, мактап, куда будут приезжать люди, или звонить будут люди, давай туда, давай сюда, давай туда, там, конечно, оно автоматически потом выльется в то, что тебе понадобится уже рабочая виза, и тебе уже, естественно, директор должен будет сделать рабочую визу, конечно, он посмотрит, посмотрит, как работа вообще идет, но здесь ремонт холодильников, актуальная вещь, потом кондиционер, актуальная вещь, ждем видео еще, да, да, и Аллах, будут еще видео, братья, просто у меня вот эти дни телефон упал, стекло разбилось, все, у меня, короче, сейчас такой вот просто этот, проблема у меня для сейчас стало с видео, остался без телефона, иншаллах, скоро так, ну, Аллах даст, иншаллах, иншаллах даст, и будем выпускать новые ролики, далее, 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 ну, здесь у нас брат, умер здесь 30 лет прожил, Зинур Бабай, 30 лет жил он здесь, его кофелем был, первый кофель был его, Ибн Бас, Рахимагуллаху Тааляму, в Ти-Саудовской аэроэйне, так, квартиры здесь, например, квартира, если снимаешь, то, тут, как бы, за год сразу плачешь, но правда сейчас с этими кризисами, уже как бы смягчились, собственники, они уже там по 3 месяца, по 3 месяца, по 3 месяца платят, плачешь за квартал, но где-то в среднем 15 тысяч риалов в год у тебя выходит, потом ты платишь ее за свет отдельно, за это отдельно платишь, квартиры, конечно, кто в квартирах живет, там у них есть расходы, есть расходы, а мы вот, например, в отелях живем, комнату снимаем, например, большая комната, там ванная, туалет, интернет, свет, вода, там все заходит в оплату сразу, и ты уже, как бы, не паришься с этими, вот этими, вопросами, у которого у семейных, квартирные вопросы, так, рабочая виза в Саудовскую Аравию, 5000 для всех стран, это уже я писал, 150, 170 долларов на 3 месяца, Украина, бизнес виза 1000 долларов на 5 лет, и один год СНГ, вот да, вот, какие документы нужны для бизнес визы, не написали, вот брат пишет, Баракалу Фиги, фиги, документы, как я сказал, первое, это справка с места работы, мне нужна справка с места работы, где вы работаете, как называется компания, сфера ее деятельности, напишите все, что у нее в лицензии написано, то есть, она может вот этим, вот этим, вот этим, вот этим, вот этим, потому что, например, главное направление, или главная деятельность этой компании, может я не могу здесь найти подходящую компанию, но у нее есть еще, оказывается, направление такое, направление такое, например, у него там, перевозка там, основное направление у него, продажа, розничная продажа, и все, и вот в этом уперлись мы, а у меня нету, здесь арабской компании, которая занимается розничной продажей, например, но я смотрю по второстепенным еще направлениям, там же в лицензии указывается еще такое, грузоперевозки, о, все, я нахожу компанию грузоперевозки, или, например, там у него там продажа, контейнерная там, оптовая торговля, ага, он контейнерами возит, все, мы это тоже смотрим по второстепен, значит, первое, это что нужно мне, справка с места работы, самое главное, потом, какая у вас специальность там, кто вы, это мы тоже подсказываем, чтобы вам справку написали хорошую, зарплату там написали хорошую, но эта справка нужна для посольства, запомните, это никуда, это для посольства, дальше никуда она не пойдет, чтобы вам визу просто поставили, посольстве, понятно, да, барракаловик, дальше, перечень документов, я говорю, что от каждого зависит, там уже легализованная такая, легализованная вот такая, там это, 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 это уже список, я составлю, скину, по всем указанным визам, перечень документов, вот турвиза, только паспорт нужен, фотографии паспорта, вы мне отправляете, я вам потом, пакет документов делаю, паспорт, вы мне отправляете, я вам делаю туристическую визу, потом страховка там идет, потом сертификаты вакцинации, там справки, там этот, как его, при, 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 как она называется, тажильку дум, у меня даже есть видео отдельное, тажильку дум, справка на въезд, то есть вот эти всякие документы, пакет документов мы собираем, понятно, да, это по турвизе, а по бизнесвизе там справка, потом вот от вас нужна, потом мы здесь сделаем приглашение, потом лицензию компании приглашающей стороны, это вам отправляем, потом там медицинская справка проверяется, потом переводы там кое-каких справок, и все это у нашей девушки там в Москве, при визионном центре, они подают, это про бизнесвизу, про, и там диплом еще требуется, диплом, любой диплом, ПТУ там, любая какая-нибудь корочка там, а вот при получении рабочей визы, там уже нужно диплом, официальный диплом, потому что там архивная выписка, потом там проверяется АТАШЕ, там через Турцию все это, запрос делается в ваше учреждение, в котором вы раньше учились, представляете, в конце концов, это тоже выдается, мысль азербайджанца, только нам больше не дают, я вот насколько знаю, азербайджанцам там даже на год не давали, консул там на полгода, что ли давал бизнесвизу, варакалавфейкум, ваалейкум салям, варахматалаврикатхум маумар, я вам не ответил, да, здесь, так, вопрос, рабочая виза, на сколько дается, рабочая виза, запомните, вот вы первый раз платите 5000, да, мы так тоже сами приезжали, пять лет назад, я приезжал, помню, египетские студенты, я муслим-чеченец был, из Франции, потом Хамза был, с Дагестана, мы вот втроем подали, и получили эти визы, одновременно все приехали, потом другие начали брать, подъезжать уже, и, в общем, сразу ты плачешь, на этот год вперед, и потом год проходит, у тебя вопрос возникает, будешь дальше продолжать жить здесь, значит, надо продлевать, если нет, то тогда все, получаешь хруч, печать, что ты уезжаешь, и все, и как бы аннулируется твоя виза, а если ты хочешь оставаться, ты продлеваешь, и вот так каждый год у нас, запомните, каждый год мы продлеваем, то есть, смотря в какой ты работе, на какой специальности у тебя, где ты там числишься, сколько у вас в компании, этих рабочих, там есть сетка такая, сколько ты должен заплатить, кому-то, кто-то платит, там даже тысячи долларов нету за год, кто-то платит две тысячи, три тысячи, кто-то пять тысяч может платить, разные компании, разные специальности, разные направления, разные, сколько количество штат у него там допустимый, в общем вот так, то есть, рабочую визу каждый год нужно продлевать, и семью, например, там, если ты все официально сделал, за каждого члена семьи, ты должен платить налог, здесь установлен налог, а если ты им сделал зияру, посещение просто, каждый год, вот зияру, зияру делают некоторые братья, просто на зияру переводят свою семью, и там платит он, условно там, до двухсот долларов, что ли, у него там, в год за каждого члена семьи, он платит, и они все по зияру визе, а если уже всем такую же, как у тебя, то есть, они будут от тебя, от твоей визы, все будут отталкиваться, да, то есть, у тебя вот виза есть, и все остальные члены семьи, берут такую же визу, как у тебя, но только, там не надо плачать, вот такие суммы огромные, да, там, значительно меньше, просто каждый месяц, сколько там было, там, то ли 400 реалов, что ли было, за каждого члена семьи, 400 реалов, ну, 100 долларов, то есть, за год у тебя 1200, полторы тысячи, ты за каждого члена семьи, доллар, долларами платишь, так вроде бы было, так вроде бы было, у каждого, у каждого своей сетки, у каждого своей градации, надо, конечно, разбирать этот момент, далее, ассаламу алейкум, алейкум, саляму арахматулам арахмату, зульфия рахманова, скажите, пожалуйста, с турвизой работать можно, или обязательно рабочая должна быть, конечно, всем рекомендуется, обязательно, вот, рабочую, с турвизой, потому что, сразу спрашивают, у тебя, что за виза, по какой визе, ты приехал, ну, опять-таки, я не знаю, вот, у вас временная работа, да, то есть, вы приехали, на три месяца получили, туристическую визу, Вот вы где? Может быть, вы какой-нибудь сиделка, домработница, хозяйка какая-то, домхозяйка, дома сидите там у какой-нибудь арабки, помогаете ей, то есть никуда не выходите, в принципе, вы у нее дома сидите, все дома занимаетесь по дому, уборка квартиры, готовка или еще что-то, никуда не выходите, конечно, виза здесь на 3 месяца вот так хватит, но если вы уже надолго, то, естественно, здесь уже нужно будет рабочая виза, это уже вам оформляют как домработницу, да, или, например, водитель, водитель у араба там, или у его семьи там, частный индивидуальный водитель, да, например, такие вот специальности есть, но они подешевле зато, они дешевые, вот такие специальности, ХАС называются, ХАС конкретные, они дешевле, то есть ты работаешь на какую-то семью, например, да, Бара Калафейкова. Так, как с вами связаться, как я говорил, у меня вот телефон, посмотрите, 0, 0, вместо двух нулей можно плюс поставить, 9, 6, 6, 5, 3, 6, 1, 6, 1, 3, 3, 0, то есть кто-то так в WhatsApp показывает, кто-то с плюсами, то есть два нуля убираете, и этот, и получится у вас плюсик, потом 9, 6, 6, 5, 3, 6, 1, 6, 1, 3, 3, 0, так. Так, брат, вакцина обязательно для туристов, вот честно сказать, вот я говорю же, даже написал, провожал вот капитана грузина, да, в аэропорту докопались, у тебя есть или нет? Потом мы когда билет покупали, там тоже спрашивали, у него есть вакцины или нет? Ладно, там с ПЦРами, с МЦРами, это мы все решаем автоматически, там быстро-быстро все это решается. С вакциной, если у него нету, то надо это дело быстро-быстро тоже помогать, сделать все это. Понятно, да? Вот у меня тоже один клиент написал, он вызвал сотрудника в РИАД на работу, и тот приехал без вакцины, но у него не работает тавакяльно. Теперь он куда не идет, в супермаркеты, в магазины, там везде огранник сидит и говорит, тавакяльно в первую очередь, включи тавакяльно, покажи мне тавакяльно у тебя работает, иначе не запущу. Ну, вот она, вот этот клиент, она привезла сотрудника без, что? Без вакцины. Я сказал, вот видите, из-за того, что вы приехали без вакцины, у вас вот такая вот проблема. Конечно, для туристов, может быть, это как бы и не важно, то есть он приезжает, в принципе, на две недели, да, туристическая виза, он приехал на две недели, чисто в Аль-Харам ходит, там его никто не спрашивает, не докапываются до него, да. И он как бы не ходит по всем супермаркетам, но желательно иметь вакцину, понятно, да. Какая стоимость бизнес-визы? Намного сложнее туристической. Туристическая виза за один, там буквально за час все это делается, понятно, да, за час вы можете сразу оплатили, получили визу и вылетели в этот же день. У бизнес-визы, конечно, срок есть, понимаете, там срок, там все это оформляется, две недели пока вот эти все приглашения туда-сюда, там Гурфа Тиджария в торгово-промышленную палату, потом Хариджия, там Министерство иностранных дел, потом еще там заверения, 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 это все проходит через всякие инстанции, ваши документы, понятно, да. Потом делается приглашение, потом в России там тоже все документы подбиваются, там девчонки все спрашивают, там визовый центр постоянно вас дергает, вот этого нет, вот этого нет, вот этого нет, давайте вот этим поможем. То есть, как бы, ну месяц ориентируйте на бизнес-визу и на рабочую визу, у вас уходит время. А туристическая виза, хоп, раз-раз-раз, некоторые даже братья мне звонили, вон там в аэропорту сидит, из Румынии брат один улетал, срочно-срочно говорит мне, Нур, я в аэропорту в Турции, туда-сюда, я уже там, я ему вот быстро-быстро все, сделал визу. И он тут же улетел, и этот, как я, сделал ему регистрацию на въезд в Саудовскую Аравию. Так, а по этой визе семью можно как-то оформить по бизнес-визе, бизнес-виза только для вас, или можно для еще другой супруги, если там Казахстан, Кыргызстан, там Таджикистан, ну Таджикистан у меня под вопросом, всегда у меня. В другие страны, в России как-бы бизнес-визу не дают, только рабочую визу дадут женщине, могут дать рабочую визу, но вот по бизнес-визе женщинам не дают. дон данилов саламу алейкум ароматуллах америках в александр работал америке то я хотел уточнить если приезжать с семьей как оформляется бизнес виза на семью мужу отдельно жене отдельно детей вот именно вот мужей жене можно да если вы не россияне если россияне то только мужу дадут там в россии потому что консульством вот такой вот я не знаю почему у них такие законы но они вот женщинам не дают до бизнес визу и детям не дают но детям принципе всем не дают потому что во всех странах но вот жене дадут в казахстане спокойно узбекистане дадут кыргызстане дают понятно да туристическая виза сколько стоит я уже писал 170 долларов это только виза да если пакет документов то там подороже будет вакцина регистрации всякие эти баракаловиком афиком баракала четырехполосная да там была дорога когда мы вот ездили вот здесь брат black seed black seed съемка не очень да действительно телефон был харбан проблематичный теперь он вообще стал нет нерабочим так что будем искать телефон дай аллах чтоб дал хороший телефон с хорошей камерой чтобы были хорошие съемки баракаловиком дизаком аллаху хайран хайраль диза сабхана каллаху бихом дикла ла 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 аната астагфиру ка вату бу ле ле ка